Безвизовый режим, школьная форма и белое золото. Запасы сахара в стране полностью покрывают потребность внутреннего рынка. Насколько увеличился спрос? Ниндзя захватывает Европу. В начале осени ожидается подъем заболеваемости новым штаммом коронавируса. На сегодняшний день случаи заболевания инфекцией COVID-19 регистрируются. Как противостоять инфекции? В ожидании вызова спасатель готовится отметить день пожарной службы. Каждый день эти люди борются за наши жизни. Что остается за кадром? Деньги с куста. Черничный сезон в самом разгаре. Мой ребенок рекорд поставил. Вот она 150 рублей сама заработала. Сколько дают за килограмм ягоды? Не купить кота в мешке. В Беларуси меняются правила продажи БУ автомобилей. Исключена возможность оформления счет справок. Как можно будет узнать историю поддержанной машины? Шокирующие кадры, белый мишка и небывалый зной. В Европе бушует аномальная жара. Кто уже пострадал от стихии? От свободы слова до сотрудничества с Россией президент дал интервью информационному агентству Франс Пресс. В качестве интервьюера выступил заместитель директора и главный редактор бюро в Москве Антон Ламраскини. У Александра Лукашенко в очередной раз спрашивали о послевыборных событиях 20-го, отношениях с Россией лично Владимиром Путиным. Но центральная тема разговора, который длился больше часа – военный конфликт в Украине. А как вам кажется, как закончится теперь эта война? Это все зависит от Украины. Вот сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну. Ну как? Что Украина, по вашему мнению, должна сделать, чтобы закончить эту войну? Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. Вы сказали, что вы уже во власть очень долго. И это еще надолго? Или вы собираетесь когда-нибудь отойти от власти? Ну это будет решение моего народа. Я, может быть, давно уже бы отошел от власти, если бы определенная была ситуация в стране и за пределами ее. А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть. И многие говорят, ооо, так мы же неправильно поступили. А если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая. И интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем в Украине. Извините за нескромность. Францпросс позиционирует себя как независимый и нейтральный источник. Это лидер в области цифровой верификации. Одно из крупнейших агентств мира охватывает более 150 стран. Корреспондентская сеть состоит из пяти региональных центров и двухсот бюро. В штате почти две тысячи журналистов. Информация предоставляется круглосуточно на французском, английском, испанском, португальском, немецком и арабском языках. Земельное амнистие, криптовалютный кошелек и модная расцветка. Минобразование запустило онлайн-инкетирование по школьной форме, что предлагают на выбор. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Почти 130 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Только за неделю свыше 15 тысяч. Это жители Литвы, Латвии и Польши. Для последних упрощенный въезд начал действовать в начале июля. При этом ковидные ограничения сняты. ПЦР-тест или сертификаты вакцинации не нужны. Минобразование запустило онлайн-инкетирование по школьной форме. Участников просят выбрать одежду, которая должна быть в комплекте для мальчиков и девочек, а также ее цвет. Также предлагают определиться с эмблемой на элементах гардероба. Принять решение могут как родители педагоги, так и сами учащиеся. Доступны анкеты на сайте ведомства. В сентября вступит в действие так называемая земельная амнистия. Эта новация при соблюдении ряда требований позволит узаконить самовольно занятые участки. Разработчики документа максимально учли интересы людей. Есть и норма, которая разрешит разделить свои угодья для строительства второго дома. Запасы сахара в стране полностью покрывают потребность внутреннего рынка и дают основания для сохранения цен. На складах сейчас хранится больше 100 тысяч тонн продукта. В среднем население страны потребляет около 15 тысяч тонн белого золота ежемесячно. В летнее время спрос увеличивается до 22. Беларусы вошли в топ-20 по количеству криптокошельков на душу населения. Рейтинг составила Организация объединенных наций по торговле и развитию. Наша страна на 19 позиции. В тройке лидеров Украина, Россия и Венесуэла. Закрывая 20-ку Австралии, активно использовать биткоины начали во время пандемии. Прожить одну жизнь, спасти тысячи. В понедельник в Беларуси отметят День пожарной службы. Это праздник бесстрашных бойцов со свирепой стихией. Сколько весит боевая форма, о чем думают спасатели во время выезда и где спят отважные герои? Курсант Гуревич сменила профессию ровно на 24 часа. Огнеборцы, пожарные, спасатели, служба 112. Мы называем их по-разному, но смысл здесь один – протянуть руку помощи в чрезвычайной ситуации. Каждый день эти люди борются за наши жизни. Но что скрывается за серьезной экипировкой? У меня есть ровно 24 часа, чтобы узнать об этом. Рабочий день каждого сотрудника МЧС начинается с пересменки или так называемого развода. Меня же первым делом знакомят с командой и выдают форму спасателя. Поздравляю отступление в нашей ряды. Спасибо. Синезеленая куртка и брюки, майка с эмблемой МЧС, кепка, берцы, туфли и пояс. Для девушек еще и юбка. У спасателей два варианта формы – повседневная, к ней также идет зимний бушлат и шапка, и парадная в комплекте пальто. Дальше, можно сказать, самое главное – проверка оборудования и экипировки. В случае ЧП времени на сборы не будет. Пожарные боевые готовности – 24 на 7. Для каждого человека закреплена своя сторона, и с каждой стороны по описи всегда есть свое оборудование. В данном отсеке мы можем наблюдать шансовый инструмент, то есть это багры, лопаты, хулиганы – все, что нам нужно для открывания дверей, как хулиганы, кувалда, так и, если мы берем забирание сухой растительности, чаще всего мы используем лопату либо хлопушку. Также внутри мы можем наблюдать генератор, чтобы запустить осветительную мачту в ночное время, чтобы нам было проще работать. Автомобиль МЧС готов практически к любым ЧП. Здесь защитные костюмы для химических аварий и сверхвысоких температур, 12 рукавов трех диаметров, цистерны, внутри 5000 литров воды и 350 пенообразователя. Плюс пожарные стволы, знак аварийной остановки, конусы, бензопилы и бензорезы на всякий случай. Место, где все начинается – диспетчерская. Когда здесь раздается звонок, начинают работать звенья одной цепи. Сотрудник принимает вызов и определяет, кого отправить. Под присмотром Бобруйского ГРУЧС больше полутора тысяч квадратов и 217 населенных пунктов. В городе находится шесть частей и один аварийно-спасательный пост, плюс еще четыре на территории района. Дежурная служба МЧС, я вам помочь. Самое важное – точно принять информацию, адрес, причина вызова и есть ли угроза людям. Нередко на том конце провода не просто очевидцы, а сами погорельцы, которые могут паниковать и путаться. Поэтому от работы диспетчера зависит, как быстро будет оказана помощь. Внимание, два отделения на выезд, два отделения на выезд. Улица Гагарина, 3, третий этаж, дым из квартиры. Дальше счет идет на секунды, на все про все не больше минуты. Здесь время – роскошь. По нормативу экипировку нужно надеть за 18 секунд. Посмотрим, за сколько справлюсь я. Лазить туда, да? Да. Стоп. У меня шло. Минута 46. Конечно, настоящему спасателю во время ЧП тратить на это столько времени нельзя. Кстати, форма достаточно тяжелая, но ее настоящая задача – защитить человека. Она выдерживает температуру от минус 70 до плюс 400 градусов. Бросать все и мчать на вызов – таковы будни героев. Не всегда это громкие ЧП, которые после транслируют в новостях. Подгоревшие котлеты, задымление, короткое замыкание, недовольство соседским костром. Без внимания не остается ни один звонок. Путь спасателей может занимать до пяти минут в зависимости от удаленности и сложности проезда. Скорость для них не ограничена. Но есть два основных правила. Обязательно включать сигнал поворота и всегда останавливаться на красной, чтобы убедиться, что машину пропускают. И самое главное – огнеборцы до конца никогда не знают, что их ждет на вызове. И все же, когда на горизонте штиль, сидеть на месте не приходится. Постоянные тренировки – обязательная часть дня. Причем здесь все по-настоящему. Горит, дымит и рушится. Прибытие, затем боевое развертывание, тушение. И все – в полной экипировке. Весит она без малого 20 килограмм. Это очень большой вес. В нем сложно стоять. Как в этом можно передвигаться и тушить пожар, спасать людей я не представляю. Двадцать первые, да, пошла. Так, потихоньку приоткрывай, чтобы воздух кусался. Не бойся. Боюсь. Не бойся. О, так. Я тут можем подключить больше не могу. Ага. Каждое действие тут отработано до автоматизма. И все же невозможно предсказать, как сложится ситуация в реальности. Огонь – необузданная стихия, которая сметает все на своем пути. Полагаться здесь только на себя не получится. Профессионализм, командная работа, доверие и почти братская связь. Вот что каждый день помогает пожарным спасать людей и самим возвращаться домой. На часах 23.00 – это время, когда спасатели могут отдохнуть. Правда, не все. На дежурство остается суточная смена и начальник караула, которые сменяются в течение ночи. Увы, иногда сон длится до первого вызова. В 8.30 новая смена заступает на службу. Обязательный этап – проверка документов, удостоверений и психофизического состояния. Начальник части инструктирует сотрудников и докладывает суточную сводку. Главное – обошлось без жертв. За этот год на счету огнеборцев уже 17 спасенных. Когда речь идет о жизнях, поверьте, это немало. Мой день здесь подошел к концу, и, признаюсь, было непросто. Действительно, никто лучше спасателей не знает ценность человеческой жизни. И все же важная часть их работы – беречь себя. Ведь когда к концу подходит их день, дома героев ждут целыми и невредимыми. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Максим Галенка. Итоги недели. Седьмая волна. В Беларуси в начале осени ожидается подъем заболеваемости новым штаммом коронавируса. Его прозвали «Ниндзя». Число инфицированных в мире растет повсеместно. Некоторые страны даже подумывают о возвращении к пандемическим ограничениям прошлого года. Минздрав рекомендует беларусам защитить свой организм, провести ревакцинацию. В группе риска – люди с хроническими заболеваниями. Нынешняя тактика по-прежнему предусматривает введение основных и бустерных доз. Всего в Могилевской области привилось более 690 тысяч человек. В масштабах республики – почти 6,5 миллионов. На сегодняшний день случаи заболевания инфекцией COVID-19 регистрируются. Но мы наблюдаем снижение данной заболеваемости. Вакцинироваться необходимо. Один из методов профилактики. Но также следует не забывать про неспецифические методы профилактики. Это, конечно же, гигиена рук, соблюдение дистанции. С июля, напомним, в стране заработала единая автоматизированная система учета вакцинированных. В базе отображаются паспортные данные пациентов, номера телефонов, справка о прививках и выдаче сертификатов. Плюс сведения о медработнике, который водил препарат. Программа синхронизируется с приложением «Путешествую без COVID-19». Море ягоды. В Беларуси в самом разгаре черничный сезон. Только в Могилевской области у населения планируют закупить до 500 тонн спелого продукта. За кило дают 4 рубля 20 копеек. На рынке литровая баночка стоит 6. Медлесхоз тем временем напоминает, поход в чащу должен быть безопасным не только для природы, но и для человека. Елена Бабинич открыла черничный сезон. Дары природы собирает руками. Ягодку за ягодкой. На ногах с 8 утра. Прийти раньше помешала плохая погода. Спустя 2 часа почти полное 10-литровое ведро. Говорит, бывало и больше. Женщина признается, это титанический труд, но все же приносит удовольствие, а еще неплохую прибавку к зарплате. Для меня лично, это мой ребенок рекорд поставил. Вот она 150 рублей сама заработала. Я понимаю, что это очень мало для общего такого. Ну извините, для 11-летнего ребенка, который только-только начал собирать. Я считаю, что это нормально. В 2022-м черничный сезон начался позже прошлогоднего. Сказалась холодная весна. При этом ягод хоть отбавляй. И как нельзя кстати, в районе отсутствует запрет на посещение лесов. Как говорится, бери не хочу. И для заработка, и для себя. Бережнее всего собирать чернику вручную. Начинать утром, когда роса высохнет, или после обеда. Брать ягоды лучше с молодых кустиков. Такие плоды более сочные. Определять возраст можно по количеству боковых побегов. Чем их больше, тем старше растение. Тем, кто решил подзаработать, на помощь приходят гребенки, комбайны или скребки. Правила эксплуатации просты. Собирать ягоды следует снизу вверх. При этом придерживая побеги, чтобы не повредить. Процесс восстановления занимает от 3 до 14 лет. Приемлемое расстояние между зубьями 5 мм. Допустимо, если материал изделия – пластмасса, металл, древесина, резина или их комбинации. Режущие края запрещены. Законодательно за нарушение правил сбора, методики сбора ягод, грибов в Республике Беларусь предусмотрена ответственность в виде штрафа до 20 базовых причин. Ягоды у населения принимают на территории всей Могилевской области. За килограмм дают 4,20. За лисички на 80 копеек больше. Но их сезон только начался. В планах закупить до 500 тонь черники. Пока в закромах – 120. Около 80% отправят на экспорт. Основными потребителями станут россияне. Лесное лакомство там всегда расходится на ура. Поскольку приносит ягод? Ну, по 2,5 тонны в день. Здесь только. Ну, самая большая семья у нас ездит в Зубрыцке. Они браты, один брат и второй брат. Они по 80 килограмм, даже 100 килограмм в день чистые ягоды. После чернику проверяют на содержание радионуклидов. Самый опасный – ЦИЗ-137. Процесс занимает всего полчаса. Сначала уточняют место сбора. Данные фиксируют в журнал. Затем ягоды помещают в измерители радиации. Результат высвечивается на табло. Норма – 185 бекерелей. Для населения у нас проверка бесплатная. Они обращаются, приносят объем. Желательно, конечно, чтобы был литровый объем заполнения. Потому что у нас чашка литровая. Тогда более точный анализ. Тот, кто делает на продажу, то они получают протокол наш официальный. Для тех, кому лесная прогулка не по душе, подойдет поход на рынок. За литровую баночку черники просят 6 рублей. Половина обойдется в 3. Такая же цена и у лисичек. Ягоды очень хорошо с просом идут. И особенно земляничка очень хорошо. Она 5 рублей стаканчик, но она стоить это. Черника тоже хорошо идет. Люди кушают проверку. У нас проверяют каждый день хорошие ягоды, хорошая проверка. Черника улучшает работу головного мозга, снижает артериальное давление и нормализует уровень холестерина. Содержит огромное количество витаминов и множество микроэлементов. Как свежая, так и сушеная. Эту ягоду с древних времен величают молодильные. Главное, чтобы она была собрана в экологически чистых районах. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Госрегистрация теперь не только в ГАИ. В Беларуси меняются правила продажи БУ автомобилей. Указ направлен на защиту граждан от недобросовестных продавцов. Документом введена обязанность по заключению соглашения об отчуждении транспортных средств только в письменной форме. Также теперь договоры купли-продажи, которые составляются между физлицами, могут проходить госрегистрацию и у нотариусов. Исключена возможность оформления счет справок. Также исключен расчет в наличной форме, юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Узнать историю подержанного автомобиля белорусы скоро смогут онлайн. Над созданием базы сейчас работает Национальный центр электронных услуг. Сведения о прохождении техосмотра, допуске к участию в дорожном движении, пробеге, а также нахождение в розыске будут доступны уже осенью. От мясных деликатесов до восточных сладостей. В Бавруйске продолжает работу универсальная ярмарка. Здесь можно впрок закупиться башкирским медом и узбекскими специями. А еще обновить гардероб, приобрести платье, блузы, брюки и костюмы. Что почем знает Ольга Васенда. Вблизи Дворца искусств развернулся летний кермаш. В белых шатрах предлагают выгодно купить восточные сладости. Пахлава, рахат лукум, сушеный кизил, помэла, изюм и разные виды шоколадного дрожжа. Средняя цена 25 рублей. Плюс есть финики по 18 и курага за 60. Тут же и халва. Берут от 15 за кило. Подсолнечная, арахисовая, узбекская и даже кунжутная. Манго по 35 рублей. Манго производитель Таиланд. Нарезается пластинками и высушивается естественным способом. У меня огромный ассортимент орехов. Арахис, который стоит по 10 рублей. Есть кишью сырой и жареный. Производитель США. Миндаль есть. Он, правда, стоит 55 рублей. Но, тем не менее, это орех очень полезный. На прилавках есть и крем-мед с добавками в виде сушеных ягод, перги, прополиса и живицы. Их привезли из разных уголков Алтая, Крыма, Краснодарского края и Башкирии. Передлагают здесь и лакомства из Беларуси. Стоимость от 14 рублей. Неподалеку продают специи. Выбор огромный. Сто грамм средний у нас входит от 4 до 7 до 8 рублей. Смотря что, ну тут разные, больше 150 разных специй, поэтому от разных странах. Основные из Узбекистана. Ну, есть некоторые, которые в Узбекистане не растут, привозят из Индии, из Шириланка. Тут же можно купить и мясные делькатесы. Домашнее сало, шпик и кровяную колбасу. Особой популярностью пользуются рыбные консервы из Дальнего Востока. Сайра, горбуша, печень трески и даже форель. Ценовой диапазон от 3,5 до 8 рублей. Такимани – аромат чая из Индии, Китая, Цейлона и Египта. От молочного улуна до черного императорского. Стоимость от 8 до 12 рублей за 100 грамм. Кроме набора продуктов можно обновить сезонный гардероб. Шорты, сарафаны, майки и футболки. Собрать женские и мужские луки предлагают от 20 рублей. Наполовину дешевле – аксессуары и очки для зрения. Здесь же продают дневные и ночные турецкие шторы. Метр всего 11 рублей. Как у нас тут ярмарки появляются, я часто захожу сюда. Я люблю специи покупать. Халву обычно берем мы. Ну и вот решили попробовать консервы. Ну, как бы цены меня устраивают. Зима не за горами. Шубы из овчины предлагают всего за 300 рублей. Размеры от 38 до 62. Действуют карты рассрочек. К слову, все товары на ярмарке продаются по оптовым ценам. Летний кермаш работает ежедневно с 10 утра и до 7 вечера. Закупиться впрок можно до 31 июля включительно. Адрес – Ульяновская, 35. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Энергетический кризис, массовые протесты и чудесное спасение. В России белая медведица пришла за помощью к людям. Чем все закончилось? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Энергокризис обойдется Евросоюзу в 200 миллиардов евро. Ожидается, что тарифы на свет и тепло вырастут в 2-3 раза. Однако перебои при этом все равно неизбежны. Местные власти должны подготовить графики экстренных отключений. Ситуация в мире уже затронула Канаду. Рекордная за 40 лет инфляция почти 8%. Жители вынуждены экономить на всем. Аномальная жара мучает Европу. В Испании и Португалии больше тысячи погибших. Небывалый зной провоцирует лесные пожары. В Малаге огонь подошел к домам. Местных эвакуировали. 500 спасателей сражаются со стихией на поступок к Афинам. Выше 25 градусов в Швеции – это рекорд за последние 30 лет. Людей призывают не уходить на улицу. Страдают также и жители Италии и Астрии. Ситуацию крайне обостряет шквалистый ветер. Шокирующие кадры облетели интернет. В небольшом поселке Израиль одно бассейн внезапно провалилось и внутрь затянуло двух мужчин. Один из них сумел выбраться, второй исчез без следа. Поиски результата не дали. Полиция сообщает, что по земле обнаружили разломы, под которые ушла вода. В Панаме продолжаются демонстрации за подорожание топлива, продуктов и лекарств. Не менее 56 человек пострадали в Сантьяго. Полиция применяет дробовое оружие. По официальным данным, убытки в стране превысили полмиллиарда долларов. Перекрыты ключевые магистрали. Для доставки продовольствия в столицу был создан специальный полицейский конвой. Весь мир следил за спасением белой медведицы, которая пришла за помощью к людям в российский поселок Диксон. В пасти у нее застряла банка сгущенки. Животное не могу не есть, не пить и было на грани смерти. Из Москвы в Красноярский край немедленно отправилась бригада ветеринаров. Мишку усыпили и освободили, затем выпустили в естественную среду обитания. Также собрали три мешка рыбы. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин